Забудьте все, чему вас учили в университете. На работе это вам не пригодится. Вот для того, чтобы эта фраза никогда не прозвучала в жизни выпускников из КФУ, на базе вуза и была создана программа K-Labs. Пошли! Главная цель проекта – помочь студентам стать не просто выпускниками с хорошими оценками, а, внимание, сейчас скажу, суть всего проекта – стать конкурентноспособными специалистами, чтобы ребят на порожках вуза просто разрывали работодателя. Прямо за этой дверью, прямо сейчас, проходит первое занятие одного из направлений тех счастливчиков, заявки которых отобрали организаторы. С ними мы познакомимся немножечко попозже, а пока я вам расскажу, с чего все начиналось. И, собственно, есть отчетность какой-то войны. Время работы нашей программы начинается, дамы и господа, прямо сейчас! Вот так вот торжественно, в такой, я бы сказал, небольшой, теплой, но очень уютной обстановке мы открыли нашу большую программу, кадровую программу K-Labs. Итак, 19 октября 2020 года на базе из КФУ стартовала кадровая программа K-Labs. Сто участников разделили на пять направлений. Молодежные лидеры, будущие ученые, креатив, будущие преподаватели и будущие профессионалы. Больше 150 человек подали заявки, около 200 даже. Вот 100 отобрали, это вот прям сливочки-сливочки, которыми мы будем работать. В течение полугода ребята будут зарабатывать баллы и рассматриваться как будущие сотрудники из КФУ и предприятий-партнеров. Организаторы подготовили для студентов профильные мастер-классы, научные бои, вип-лекции и конференции с участием работодателей, преподавателей и представителей администрации вуза. Мы понимаем, что главная цель этой программы, помимо всех образовательных таких историй, сформировать кадровый резерв. То есть ребят, которых мы сможем действительно устраивать потом на работу и, соответственно, в дальнейшем ввести с точки зрения их трудоустройства. И мы понимаем, что должны попасть прям лучше и лучше. То есть вот первичная история – это попасть в программу. А дальше надо, чтобы они действительно дошли не просто до конца как-то дошли, а проявили себя, чтобы они были заинтересованы, вовлеченные, активно себя проявляли и работали. И поэтому будут баллы с точки зрения не просто посетили занятия или не посетили, а история действительно про их оценку наставниками, кураторам, лидерам направлений. То, как они сделали, какой прорыв у них будет на входе есть входная оценка, на выходе будет итоговая оценка их компетенции. То есть как они изменились, какой они прорыв сделали. Может быть, они себя не так проявляли активно на программе, но зато их компетенции выросли, они стали более коммуникабельными еще какими-то. То есть это все будет проявляться, оцениваться с очень разных сторон и формироваться вот этот рейтинг. На календаре 22 октября и сегодня первое занятие в направлении «Лаборатория будущих ученых». Как мне подсказали организаторы проекта, самое интересное на этом занятии будет в конце. Ну, смотрим. Было 10 часов начала, сейчас на часах 13.00, поэтому самое время посмотреть, что здесь происходит. Ваши ожидания от этого проекта? Зачем мы сюда пришли? Понять, где я хочу работать дальше, по сути своей, потому что я сейчас не обладаю полной информацией о том, что у нас происходит сейчас. Как говорили о том, что нужно иметь, быть на пике, так скажем, информативности о том, что есть, иметь кураторов и так далее. И у меня этой информации на данный момент нет, и поэтому я сейчас пришел именно для того, чтобы полностью в этом лучше разобраться. У меня уже одно образование есть, я инженер в области охраны труда, техники безопасности, и продолжаю обучаться на том же направлении. Конечно, хотелось бы связать все это в дальнейшем со своей жизнью. Ну, конечно, в мечтах у меня работать в МЧС все-таки. Лаборатория будущих ученых звучит, как будто мы придем, будем неделю сидеть в очках, серьезные слушать, записывать, конспектировать. Но на самом деле все очень интересно, весело. Надеюсь, так и будет продолжаться. С одной стороны, сегодня заниматься научными исследованиями не всегда достаточно. Нужно уметь не просто придумать новую идею, новую разработку, а нужно понять, в какую часть рынка она встроится, чтобы быть конкурентоспособным. Потому что эта наука сегодня активно развивается не только в фундаментальном, но и в прикладном смысле. Вот как раз такие компетенции, связанные с коммерциализацией, поиском рынков сбыта своей продукции, да, и индустриальных партнеров, наверное, во всех вузах страны этого не хватает, да. Потому что мы все-таки больше ориентируемся на классическую науку. Как показывают исследования, одна из основных компетенций, которые предъявляют работодатели к молодым выпускникам, это вот ответственность. Чувство ответственности, умение, да, отстаивать свои поступки, нести за них ответственность. Возможно, вот один из методов Кейлабса будет, это решение кейсовых заданий. Вот, и ребята поймут, что решая какую-то кейсовую проблему университета, они не просто предлагают решение, а они будут участвовать в его реализации. То есть, если они предложат какую-то сферу деятельности вуза улучшить, то они могут сами в этом и поучаствовать. И поэтому так и будут нести ответственность за свои решения, за свои слова. А это соседняя аудитория, и здесь собрались будущие преподаватели, ну, лаборатория будущих преподавателей. Они только начали знакомиться, и поэтому мы сейчас тоже с ними будем знакомиться, все логично. Мечтаю вообще работать в сфере образования и управления воспитательной работой, так как я считаю, молодежь – это будущее практически любого государства, они, соответственно, нужно заботиться, воспитывать. Кем вы мечтали стать в детстве? Художником. И сделала для этого все, и была уверена, что стану дизайнером вплоть до 16 лет, пока не узнала, что для этого нужно сдавать литературу. Мне не достает навыков обратной связи, в частности. Я больше герой-одиночка, мне тяжеловато работать в команде, и вот хотелось бы стать более командным игроком. Если честно, ожидания были очень противоречивые, потому что мы видели заявки, мы понимали, что приходят ребята с очень разным запросом, и с очень разной мотивацией участия в этой программе. Кто-то действительно хочет стать лидером своего сообщества, кто-то хочет найти работу в университете, именно в административной части, а кто-то хочет реализовать свой проект и пытается понять, как ему это лучше сделать. И вот сейчас, когда мы с ними поработали, было очень здорово понимать, насколько они открыты, они готовы обсуждать, они готовы включаться, и того, чего я действительно не ожидала, они очень много анализируют. Вот это редкое качество, правда, для достаточно молодых ребят, они очень много анализируют, они рефлексируют, и они готовы формировать запрос. Вот это, наверное, самый важный результат, что они сейчас уходят с каким-то уже более конкретным запросом к самим себе и к нам, к этой программе. Кем хочу работать? Ну, вообще, вижу себя в сфере общественного питания. Я учусь в физико-техническом факультете, направление электроника на электроника. Кем хочу работать? Оператором-видеографом. Здравствуйте. В детстве я хотела быть космонавтом. Мам, привет, я в телеке. На самом деле у меня есть план X, познакомить их со всеми крупными и не очень представителями города, которые сделали себя сами и сделали себя вот с момента студенческой жизни какой-то. То есть те активисты, которым говорили, да, зачем вам этот весь активизм нужен, которые переросли в людей с большой буквы, которые со своим делом громким на весь город. Вот у меня идея перезнакомить с вот такими вот людьми, дать возможность позадавать и получить ответы на самые каверзные вопросы, где спотыкались, где вдохновлялись, где, возможно, финансово подпитывались на все эти идеи и задумки. Ну и внедрить уже сейчас, создать, возможно, какое-то микродело, которое помогло бы ребятам заявить о себе, несмотря на то, что они еще студенты. В начале проекта мы записали одного из организаторов, ну, этого проекта, собственно. И вот сейчас, когда прошли пять первых занятий в пяти направлениях, мы узнаем, Алена, ожидание и реальность, как оно? Ну, ой, аж мурашкивают сейчас, потому что на самом деле они такие разные, и вот с ними, ну, все направления настолько разные ребята, и ты видишь, насколько у них меняется вот эта история тоже про ожидание и реальность, потому что они со спуганными глазами в начале, и потом, как они вовлечены, как они в это все включаются, и настолько они по-разному проявляют себя, поэтому, ну, наверное, реальность превзошла, конечно. На сегодня это все. Первый шаг к работе мечты наши участники уже сделали, а уже в ноябре их ждут мастер-классы, встречи с руководителями и даже бои. Ну, а между кем и кем пойду узнаю. Пока-пока.